Начинаем беседы на заваленке. Ну давай, открывай. Хорошо, открывай. А будем мы с тобой шею вертеть или не будем? А шею с самого начала. Ну так давай попробуем. Приветствия. Напомним, это у нас как приветствие будет. Давай приветствие. Ну что, поворачиваем направо, поворачиваем налево? Да. Всем, кто хочет подключиться к нам, пожалуйста, пусть подключается. Поверните до предела медленно так, чтобы не свернуть шею направо или налево, а потом налево или направо, да? Перед этим верхнее братство колец. Так перед этим верхнее братство колец после того, как мы шею повернули. Мы же сначала с тобой шею поворачиваем в одну сторону, потом в другую. Зафиксировали. Фиксируем. Зафиксировали. А потом берем, расскажем сейчас теоретически. Вдох-выдох. И на выдохе пальчики соединили большой с указательным, да? Два кольца. Два кольца. И подняли вверх. Давайте делайте с нами, делайте как мы. На эликсах. Командуй. Командуй. Выдох. И с напряжением разрываем кольца над головой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Вдохнули. Выдохнули. Спокойно дыхание. А теперь посмотрели дальше. А теперь проверим сейчас, как у нас диапазон движения будет. В шеи. На 180 не получается, но смотрит дальше. Градусов на 15-20 увеличился. Ну, у кого как? А у кого, если большие соляные озера, столбы, соляные столбы, да? Да, если залежи. Если залежи, да? Да. Ну, а так вообще-то, во-первых, при повороте легкость какая-то, нету напряжения в шейных позвонках. Это раз. А во-вторых, амплитуда увеличилась на 15-20%. Ну что, тогда можно рекомендовать. Засиделись за рулем, засиделись у компьютера. И можно это дело проделывать несколько раз в день, в принципе. Оно же просто. Это совершенно верно. Это очень хорошо помогает. А теперь продолжим я вот о чем. Какие бывают энергии? И я тут начал задуматься, может быть, ты что-то предложишь. Вот смотри. Человек создан из чего? Из 80%? Так, у нас человек создан из энергии. Эта энергия у нас 30%. Информация. Информация 68,9%. А остальное остается на физическое тело. Так я про физическое тело сначала. Вот физическое тело без энергии и все остальное. То есть энергия получается, которая называется пси-энергия. Не будем сильно умничать, если про эту пси-энергию. Но поразмышлять, чтобы... Так, попроще я попытаюсь, а то я буду усложнять. Мне все говорят, будет попроще, к тебе потянутся люди. С раннего детства. Я пытаюсь сказать попроще. А попроще вот что получается. Мы не будем пока толстую книгу сказок под названием Библия. Там 1,28 и 2,06, там 2,07. Кто кого создал. Давай без этого. Даже всей наукой признано, что... То признано. Что 80% воды, остальное все минералы. Ну это так тело наше устроено, да? Так я понимаю? Да, в общем, да. Человек проходит стадии, стадии развития. И первая стадия, между прочим, как это ни странно, это минералы. Есть очень неплохая книжка, которая... Не, ну это если мы далеко умничать будем. Минералы, растения, животные, люди. Это душа человеческая проходит. Это эволюция. Это мы опять сейчас будем эволюцией души. Опять, если на одном из путей кто-то кому-то что-то соврал, то тогда душа обращается опять в камень и с камня превращает туда-то-то-то-то-то-то весь род. То есть если... А сколько мы врем, страшное дело. Я про другое. У энергии не хватает тела. У энергии не хватает тела. У тела не хватает энергии. У энергии не хватает тела. Да, да, да. И мы начинаем... Сынок, ты ж покушай побольше. У тебя же энергии совсем нету. А если я скажу такую крамольную мысль, что мы то, что мы кушаем, это как раз вода и минералы для тела. А энергия-то совсем другое. Это для построения тела. Мы пищу употребляем, чтобы клеточки, клеточки у нас... Да, если мы... Например, еще проще. Организм растет там кто-то 25 лет, говорит, кто-то до 30, бог с ним, хотя бы и до 40. Дальше. Мы воду пьем, извините, и ходим писаем. Да, значит водичку надо добавлять. Кроме того, мы потеем, и там вот эти полтора литра в день надо пить и все остальное. Без питья народ очень сильно нервничает. Об этом говорили, да? Теперь, а через желудок мы же пополняем минералы. А где тут про энергию вопрос? Энергия вообще, если так разобраться, она вокруг нас. Мы же как... Вот что такое крест? Крест, это энергия, которую мы берем сверху, и энергия, которая идет горизонтально. Я тебя привожу к упрощению, а ты уже к мировоззрению. Нет, я просто к тому, что откуда она появляется. То есть вокруг нас энергия везде. Потому что это люди называют то, что Тесла делал, да? Откуда он брал энергию? Из пространства, да? И на любой элемент, и на любой элемент, это тот, который эфир называется, который переносится с большой скоростью все остальное. Я-то про другое совсем, я упрощаю, хотел попрощаться. Хорошо, давай упрощаться. Как энергию набрать? Воздух. Энергия идет через дыхание. Сильный духом. Через дыхание. И через дыхание, и мы энергию можем взять через чакры, все остальное. Но самое простое, это взять и подышать. Ну вот дыхание. С задержкой. Дыхание. И главное, что именно особый вид дыхания, не просто дыхание. Вообще, я, например, с удивлением обнаружил, что, например, я неправильно дышу. А кто правильно дышит? Так вот, вдох должен быть, короче, выдоха в два раза почти. То есть, чтобы легкие успевали отработать, наполняться углекислым газом, оказывается, углекислый газ, он привлекает кислород, и получается у нас полноценное дыхание. Получается, кислород окисляет? Да. А углекислота очищает? Да, и то, и то. Дружно и то, и другое, да? Конечно. Одно без другого не существует. То есть, мы о чем говорим? Что энергию не только из пищи. Из пищи мы пополняем свое физическое тело. Где-то закончился у нас, например, для сердца нужны одни там микроорганизмы для мозга, другие микроорганизмы. Да, это чисто на физическом уровне. А сама энергия, это вот пси-энергия, да? То есть, психологическая энергия, сильная духом. Он вроде бы такой, что его, извините, перешибешь пальцем, а у него дух такой, что он рвет и рвет и рвет. Жилистый человек называется, да, в России, так? Да, дело в том, что просто-напросто это зависит еще от силы, правильно, воли. То есть, если человек вообразит, что он... Дух, дух, сила, воли, это опять же все с энергией сверно. Да, да, да. Если по-простому, то есть, к чему мы призываем? Мы же не призываем к тобой голодать. Хотя один раз в семь дней очень приятное дело на водичке побыть. И так все прочищается, да? Ну, раньше вообще вот, ну, разгрузочный день один раз в неделю, это вообще прекрасно. Ну, имеется в виду не кушать ничего. Только водичка. Только водичка. Да, и за это там японцы Нобелевскую премию получили там и прочее, прочее, прочее. Мы так, если поумничать, мы с тобой это знаем. Да, потому что за эту, даже за эти сутки, все запасы, которые ненужные, и все отбросы, которые залежи, они постепенно, как бы, вот, организм сам употребляет внутренне. Это за сутки, это за сутки очищение происходит, так называемые шлаки, а если совместить еще с бани, так это вообще прелестно будет, да? Конечно, конечно, это будет вообще здорово.